Видишь, я же говорил, что всё это липа. Мой друг не имеет никакого отношения к этой Валентине. Ты поняла? Никакого! Не смей меня больше целовать. Синьор, но есть анализ за другое число. В ролях Диего Бертье, Фабиола Кальминарес. Джахайра Орта, Альберто Исоло. Эвелин Сантос, Фернандо де Сориа, Денис Дибо, Поль Вега и другие. Оператор Фернандо Вера. Композитор Виктор Даниэль. Автор сценария Анни Фундердайс. Режиссёры Альда Сальвин, Тонио Вега. Продюсер Луис Льоса Уркиа. 80-я серия. ПОГОНОВА. ДИНАМИ. 0.ㅋ МУЗЫКАЛЬАС. Режиссёры Альдра Калминарес. Продюсер Альберт. ПОГОНОВА. Как это? Я не поняла. Здесь есть только тот, что вы сделали вчера. Вчера? Да. Ну, конечно, дорогая. Вчера ты же уходила рано утром, чтобы сделать анализ. Неужели забыла? Она вообще такая забывчивая стала. Это от волнения. Синьорита, так я буду отцом или нет? Я умираю от любопытства. К сожалению, сеньор, анализ еще не готов. В лаборатории возникли сложности. Ладно. Спасибо, синьорита. Не за что. Ты же мне так руку вывернешь. Оторвешь просто. Ты сам по-дурацки выглядишь и меня в глупое положение ставишь. Но это ведь ради святого дела. Послушай. Тот анализ, что показала Филиппа Валентина, липо. Но есть другой, который она сделала вчера. Возникает вопрос. Почему она его сделала вчера? Я тебе объясню. Зачем спрашивать меня, если ты прекрасно знаешь о Валентину и Филиппа? Господи, вы разумею ее. Сейчас они закончат, потом поговори с ними сколько хочешь. А кто ты такая, чтобы указывать мне, что делать? Я же сказал тебе, я замминистра финансов. У меня полно знакомых блестящих адвокатов, которые одним щелчком пальцев могут разорвать ваш дурацкий контракт целый. Я не говорю, что это невозможно, но пусть Эва объяснит, почему она хочет расторгнуть контракт. Что вам еще нужно? Она позвонила мне и попросила приехать за ней. Это означает, что все кончено. Она больше знать не хочет о вас. Бесполезно ее не убедить. Она не хочет оставаться с Филиппой, лучше не давить на нее. Лучше не давить, я так думаю. Вот неприятность, Хасел Луис. Что же нам делать? Как мы объясним все это ребятам? Ведь они кучу денег потратили на машины, на мебель, на одежду. Не беспокойся, Алиси, не беспокойся. Знаешь, все складывается как нельзя лучше. У меня есть идея. Я пришла сразу же, чтобы ты мне лично все подтвердила. Все, как я тебе сказала, дорогая Хасела. Филиппа и Эва расстались. Эта нелепая история закончилась. Как и должно было быть. Ты уверена, Валентина? Может, они просто поссорились, а ты уже решила, что они расстались? Конечно, уверена, Хасела. Более того, я слышала, как Эва в отчаянии звонила своему бывшему жениху Эдуарда и просила забрать ее из особняка Кастилья, потому что она сама так расстроена, что даже не может сесть за руль. Ладно, не буду повторять все глупости, что она наговорила. Главное, что она уехала и бросила Филиппа. Эдуарда? А кто это? И что он здесь делал? Эдуарда? Это мой приятель, которого я выдавала за своего жениха, помнишь? Это пьяница, который был на свадьбе. Да. А почему она позвонила ему? Валентина, неужели у нее хватило бесстыдства обмануть моего сыночка с этим пьяницей? Нет, конечно, нет, Хасела. Просто он старается вернуть Эву, чтобы таким образом убрать ее с моей дороги. Чтобы я могла остаться с Филиппе. То есть, как это не едем? Нет, Эдуарда. К сожалению, я должна остаться. Мне неудобно перед тобой. Езжай по своим делам, если хочешь. Эва, что все это значит? Что это за контракт такой? Слушай, я сказала этой девице, что найду тебе лучших адвокатов в стране или даже в мире, если потребуется, но ты порвешь с ними. К сожалению, все не так просто, Эдуарда, поверь мне. Почему не так просто? Неужели ты хочешь остаться с этим придурком Филиппе Кастильо? Нет, не хочу. Я хочу уехать, но пойми, Эдуарда. Если я уеду, у них будут неприятности, а они ведь мои друзья. Давай подождем, вдруг найдется какой-нибудь выход. Ладно, Эва, как хочешь, как хочешь, но я без тебя не уеду. Ладно, Эдуарда. Ладно. Тогда скажи, зачем она сделала анализ вчера? Не знаю. Может, надеялась, что провезет и что он будет положительным. Очень остроумно и очень глупо. Ты что, не понимаешь? Для того, чтобы забеременеть, женщина должна переспать с мужчиной. Ты понимаешь это или нет? Или тебе непонятно? К сожалению, я не знаю, не знаю, что тебе ответить. А я знаю. Да? Наверняка твой дружок в один из своих визитов к своей бывшей подружке взял и осчастливил ее. Филиппе? Кто же еще? Нет, Филиппе не сделал бы этого, я уверен. Филиппе не стал бы спать с другой, уверяю тебя. Уверяю тебя. Значит, ты уверен? Да. Ты ручаешься за него? Конечно. Головой. Головой? Нет. Нет. Значит, ты не уверен. Просто меня нервирует твои вопросы, вот и все. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы подождем, пока не будет готов анализ Валентины. Но я думаю, что Валентина беременна. И знаешь, от кого? От твоего дружка. Ну, все. Что ты хочешь сказать, Хосе Луис? То, что ты слышала, мы запишем все, как есть. Что, как есть? Мы скажем, что брак, заключенный на небесах, развалился? Нет. Мы скажем только, что у них возникли разногласия, как и у всех молодоженов на этом свете. Это необычные разногласия, Хосе Луис. Эва, просто в ярости это будет заметно. Алисия, мы возьмем все под контроль. Привет. Привет. Что случилось? Мы сделаем настоящую передачу в прямом эфире. Что? Эва хочет уехать. Куда? Уехать из этого дома, Мими. Она больше не выносит Филиппе. Они поссорились, и она не желает его видеть. Поэтому мы снимем все, как есть. Мы покажем правду. Правду. Ничего не скрывая. Не совсем так, Мими, но почти. Хорошо. Слушаю. Слушаю. Алло, старик, как ты? На выходе из больницы приезжал узнавать насчет анализа Валентины. И что-то узнал. Ничего конкретного, старик. Но все это очень подозрительно. Вот хорошая новость, Густаво. Спасибо, что звонишь. Сказать, что не узнал ничего конкретного. И что все это подозрительно. Мы очень продвинулись, Густаво. Ну все, хватит издеваться. Ты сам просил держать тебя в курсе. Вот я и звоню. Ну, держать в курсе, значит сообщать, что ты узнал. А раз тебе нечего мне сказать, зачем звонить? Я сейчас не в настроении слушать твои глупости. Не звони мне, пока не узнаешь ничего конкретного. Не звони. Филипп. Эва, пойми, наконец, все не так просто. У тебя юридические обязательства перед каналом. Ты не можешь уйти? Не можешь? Еще как может. Ни один контракт не может заставить ее жить с мужем, если она несчастлива с ним. Сейчас не средние века. Верно, мы живем в 21 веке, и сейчас все решают адвокаты. Все решают адвокаты, я с вами согласен. Идем, Эва. Я найду тебе хоть 10 адвокатов, причем самых лучших. Ну все, Эдуарда, перестань. Хасалу исправ, я не могу уйти, а то у них будут неприятности. Но если ты и дальше будешь жить с этим негодяем, неприятности будут у тебя. Мы будем оберегать ее. Послушай, Эва, мы покажем зрителям все как есть. Ты простишься с Филиппе, но по телевидению. Что? Так мы не разочаруем публику. Этот брак был заключен на телевидении, и здесь он будет расторгнут, но не сразу, а постепенно. Ты останешься жить в доме Филиппа, но тебя никто не заставляет притворяться. Договорились? Мужчина, скотина. Да? Мужчина, скотина. Хорошая рифма. Да? Скотина. Мужчина. Мужчина. Синоним. Да. Знаешь, я тебя поздравляю. Спасибо. Какого-то хорошего мнения о мужчинах, какой конструктивный подход. Да. Я скажу тебе одну вещь. Какую? Такую. Если мы не заламываем руки и не рыдаем, это не значит, что мы бесчувственны. Понимаешь? Это не значит, что мы не можем выразить свои чувства. Мы тоже можем. Просто женщинам это проще. Ясно. Послушай, послушай меня. Быть мужчиной не значит быть неспособным чувствовать любовь, нежность, умиляться чему-то трогательному. Я говорю тебе по личному опыту. Я способен на такую же или даже большую любовь и страсть, как и ты. Я могу целиком и полностью отдаваться любви. Я могу даже плакать. Ну уж избавь меня от этого. Это было бы смехотворное зрелище. Так что... Послушай меня. Я хочу предложить тебе одну вещь. Какую? Давай поживем вместе в течение одного месяца, хорошо? Один месяц. И через месяц, обещаю тебе, ты увидишь мои слезы, как бы ужасно это ни выглядело. Ну? Ты согласна? Нет. Нет? Отойди. Подожди. Выключи сигнализацию. Выключи. Ну подожди. Видишь, я выключаю. Ну ты и фрукт. Значит, я бесчувственный. Филиппе, мы должны расстаться. Так будет лучше для нас обоих, по крайней мере, я так считаю. Ты знаешь, с моей стороны это не каприз. Случилось нечто серьезное, и мне нелегко будет это простить. Но даже если я прощу тебя, я не смогу этого забыть. Ты сделал две вещи, которые я просила тебя не делать. Хасе Луис, спасибо, что разрешил мне съездить к маме. Я не в состоянии общаться с Филиппой. Еще чего, Эва, тебе не за что его благодарить. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Сегодня мы все уладим на телевидении, но завтра ты должна быть здесь. Похоже, другого выхода нет. Зато сегодня ты можешь отдохнуть. Ты так хорошо получила, Сева. Филипп и прослезится, увидев тебя. Знаешь, Мими, пусть делает, что хочет, меня это не волнует. Ладно, ладно, поехали. До свидания, Эва, и прости, Филиппа. Молодожены так неловкие, у них нет опыта. Эва, скажи Лорене, что я ей позвоню. Пока. Пока. Вот противный тип. Он просто невыносим. У меня даже сердце сжало. С прощанием наводит меня от тоску. Ей так плохо, да? Да. А что случилось? Почему они поссорились? Я не веду разговоров на такие непристойные темы. Да ты просто тащишь их постельно молча. Что тут рассуждать? Да, да. Надеюсь, у зрителей тоже возникнет этот вопрос, и они посмотрят завтрашнюю передачу. А что теперь? Теперь несите сюда оборудование, а я пойду посмотрю, как Филиппа. Хорошо. В конце концов, Филипп и мой сын Валентина. Я беспокоюсь, как он себя чувствует после этого разрыва. Он счастлив. Как же еще? Ведь теперь он сможет жить с матерью своего ребенка. Брось эти глупости, детка. Опять ты про беременность. Я буду говорить про нее целых девять месяцев, дорогая Хисела, потому что я действительно в положении. Что? Все прошло успешно. Не может быть, я тебе не верю. У моего сына полно недостатков, но он верный. И потом, не обижайся, но мне кажется, он любит ее. По крайней мере, она ему нравится. И его можно понять. Хисела, неужели ты не веришь мне? Нет. Просто я хочу быть уверена в том, что это правда, Валентина. Ты ведь сделала анализ. Ты уверена, что беременна? Ты уверена в этом? Оставьте меня. Я не собираюсь вам открывать. Слушаю. Филиппе, что с тобой? Открой наконец дверь. Я не открою вам. Сегодня вы ничего не будете снимать. Эвы нет. Ну и что, Филиппе, мы все равно будем снимать. Мы имеем право войти, даже если ее нет. Я не открою вам, понял? Это ты не понял. Открой дверь, иначе мы сломаем ее. Остановись. Мне надоело слушать одно и то же. Ломай, если хочешь. Но я тебе не открою. Лучше не доводи меня. Не доводи меня, Филиппе. Не надо, не надо так. Филиппе, это Алисия. Открой, пожалуйста. Эва тебе тут кое-что оставила. Эва? Эва просила тебя что-то передать мне? Да, но я должна это сделать лично. Открой. Гильермо, неси оборудование. Мы покажем ему пленку Эвы. Хорошо. Неужели Эва просила что-то передать мне? Да, хоть ты и не веришь. Она видеть тебя не может, поэтому мы сняли ее прощальные слова на видео. Я не верю ни одному твоему слову, Хасел Луис. Да? Сейчас ты сам в этом убедишься. Давай, Гильермо. Сейчас. Тоня, Альдо, подключайте. Садитесь все. Привет, папа. Эва. Дочка. Как я рад тебя видеть. А что за вид? В чем дело? Тебе призрак помещился? Нет, просто я вытащила, наконец, занозу из своего сердца. Что это значит, Эва? Жильет! Жильет, иди скорее. Эва приехала. Спокойно, Пако, спокойно. Эва сделала то, что должна была сделать. Эва, дочка. Привет, мама. Почему ты здесь? Я сделала то, что должна была сделать мама. Я ушла от Филиппа. Никаких мужчин в доме. Никаких звонков от мужчин. Полное воздержание. Люси, тебя и Дэн, это тоже касается. Никаких мужчин. Жизнь без мужчин, когда тебе 24. Возможно ли это? Как прекрасно быть влюбленной. Люси Салливан упорно ищет. На свидании? Невероятно, она мне все рассказала. Она говорит всем, что мы были вместе. Люси Салливан. Привет. Я знаю, что тебе нужно. Извините, пожалуйста. Ее выбор не всегда бывает верным, но кто не ищет, тот не находит. И главное, неужели любовь должна означать замужество? Настоящая английская и очень смешная комедия. Люси Салливан выходит замуж по выходным только на канале Романтика. Лаурита, это доказательство моей любви. Завтра я стану партнером твоего мужа. Этому не бывать. С тобой покончено, Эухенио. Разочарование в любви ведет к трагедии. Свидетели безмолвны. Прошу, найдите мою дочь и ее няню. Они пропали. Единственная надежда, что свидетели заговорят. Тряпичная кукла по субботам и воскресеньям на канале Романтика. Что следует делать, чтобы сохранить компанию? Мы лишились работы. Как не потерять мужа? Как быть всегда в хорошем настроении? Эко-мода. Продолжение приключений героев известного сериала Дурнушка. Смотрите по субботам и воскресеньям на канале Романтика. Филиппе, мы должны расстаться. Так будет лучше для нас обоих. По крайней мере, я так считаю. Ты знаешь, с моей стороны это вовсе не каприз. Случилось нечто серьезное, и... Мне нелегко будет простить это. Не может быть. Я не верю, что Эва ушла. Самое ужасное, что она ушла с этим типом. Вот это рога. Ничего подобного. Эва не способна на это. Ну все, успокойся. Ты же знаешь Эльмера. Не обращай внимания. Да, он придурок. Не злись на меня, Филиппо, я на твоей стороне. Просто у твоей жены очень плохой вкус, раз она ушла с типом, который тебе и в подметке не годится. Да, Филиппо, мы знаем, что ты лучше его. Но таковы женщины, они всегда выбирают того, кто хуже. Ну все, хватит глупости болтать, не мучайте его. Алисия права. Нехорошо сыпать соль на рану, но она ушла, это факт. Факт. А почему вы ее отпустили? Она же подписала контракт, она целый год должна быть моей женой и любить меня. Целый год. Она сказала, что ей наплевать на контракты, что она готова судиться сколько угодно, лишь бы больше не видеть тебя. Так и сказала? Да, и еще много чего. Она сказала, что не останется с тобой даже за все золото мира. Это мы еще посмотрим. Эла моя жена, и я ее не отпущу. А тем более с этим типом. Я не одобряю твою затею, Хосе Луис. Одно дело придумывать для них сюжеты и записывать их, но сейчас речь идет об их жизни. Верно, Мими. В том-то вся и прелесть, ты не понимаешь? Им не придется играть. Люди увидят настоящую подлинную драму в прямом эфире. Но эта программа была задумана не такой, Хосе Луис. Она была задумана как сказка со счастливым концом. Иногда даже сладкие сны оборачиваются кошмарами. Когда речь идет о Филиппе, это неизбежно. И пока у программы высокий рейтинг. Тебе, конечно, все равно. Нет, Мими, нет. Я не позволю тебе изображать из меня злодея. Кто повел себя по-свински, так это Филиппе. Возможно. Но все равно мы не имеем права вмешиваться в их частную жизнь. Еще как имеем, Мими. В течение этого года их жизнь принадлежит нам, а еще больше телезрителям. Поэтому мы покажем все, как есть. Не надо ничего менять, Мими. Не надо ничего придумывать. Реальность превзошла фантазию. А теперь позволь мне допить кофе. Пей. Послушай, Эдуардо, ты должен сказать мне, что этот подонок сделал с моей дочерью. Как это что сделал, Пака? Я же сказал тебе, он вытянул из нее все деньги и положил их на свое имя. Вот так. Господи, даже в голове не укладывается. Неужели сейчас никому нельзя верить? Знаешь, а я думал, он порядочный. Когда он пришел сюда за моей дочерью, и он был в таком состоянии, в таком отчаянии, и казался таким влюбленным. Какое там влюбленная чепуха, просто он боялся, что вместе с ней исчезнут деньги. Пожалуйста, не говорите плохо о Филиппе. Постой, дочка. Мы вовсе не говорим плохо о Филиппе, просто Эдуардо рассказывает мне, как этот подонок поступил с тобой. Эдуардо мой друг и делится со мной. Ведь от тебя ничего не узнаешь. Мне это неприятно, хватит говорить о нем. А мне хочется знать, что произошло. Я ясно сказал этому бездельнику, когда он приходил просить твоей руки, что если он тебя обидит, я ему шею сверну и фамилию не спрошу. Спасибо, папа, но хватит об этом. Перестаньте вы оба. Оставьте ее в покое. Пойдем в твою комнату. Нет, ты посмотри. Муж плохо обращается с моей дочерью, я пытаюсь заступиться за нее, а ее мать ругается на меня. Глазам своим не верю, и ушам тоже. Я уверена в этом, Хисела, потому что я сделала анализ. Просто во всех этих отсталых странах его так долго делают, хотя это простой способ. Чтобы получить его сразу, надо было заплатить за срочность. А у тебя, наверное, нет денег, потому что ты все потратила на приданное для ребенка. Хисела, ну почему ты стараешься омрачить мою радость? Вовсе нет. Дело не только в анализе. Я слышу голосок внутри, который зовет меня мама. Наверняка это голосок моего ребенка. Я уверена. Уверена, Хисела. Знаешь, я в восторге от того, что стану бабушкой. Хисела, если вдруг ты не захочешь, чтобы ребенок звал тебя бабушкой, как только он родится, я сразу же скажу ему, что ты не бабушка, а тетя Хисела. Ты что, оглохла? Разве ты не слышала? Я, наоборот, рада, что стану бабушкой. Как я смогу разговаривать на равных со своими подругами, рассказывать о забавных шалостях своего внука, о его проделках. Если Филиппо подарит мне внука, я опрощу ему все его выходки. А Роберто, представляю, что будет с ним, когда я скажу ему, что он будет дедушкой. Мой, мой, мы будем делать внуки. Как это здорово. Внук. Все готово. По моему знаку начинай записывать. Ладно, начинай. Три, два. Что тут происходит? Филиппо хочет записать сообщение для Эвы. Он что, думает, моего личного почтальона? Хасе Луис, раз уж мы разрешили сделать это Эви, по-моему, Филиппо также имеет право на ответ. Хорошо, ты права. Пусть говорит, что хочет. Спасибо, Хасе Луис. Ладно, на счет один начинаем. Три, два, один. Начали. Эва, мне надо с тобой поговорить. Поговорить откровенно, глядя тебе в глаза. Я знаю, что должен многое тебе объяснить. Знаю, у тебя полно причин для недовольства. Я полностью признаю свою вину. Я должен был все тебе объяснить, но не сделал этого. Эва, прошу тебя. Дай мне шанс. Давай попробуем спасти наш брак. Разве можно бросать человека при первой же его оплошности? Я знаю, еще не поздно все исправить. Это стоит сделать. Мы оба приложим усилия и преодолеем эти трудности. Я люблю тебя, Эва. Моя любовь больше всех моих ошибок. И красноречивее всех моих объяснений. Я люблю тебя. Люблю. Я понял, что моя жизнь без тебя не имеет смысла. Я не знаю, что делать. Вот мой офис. Он не очень большой, но уютный. Здесь есть все удобства. К тому же он удобно расположен. Здесь я поставлю письменный стол. Это будет мой кабинет, где я буду проводить интервью с фотомоделями, а там будет очень уютная гостиная. Ты, наверное, хорошо разбираешься во всем этом. Работать с моделями потрясающе интересно. Да, но самое интересное, что для этого даже не нужно много места. Вся информация есть в интернете. Модели размещают там свои портофолио. Свои что? Портофолио. Портофолио. Да, это... Как бы тебе объяснить? Они переносят свои фотографии на гибкие диски. Вся информация попадает в сеть, путешествуя по разным странам и компьютерам. Значит, там есть фотографии всех знаменитых фотомоделей и тех, кто хочет ими стать, и они там демонстрируют одежду известных модельеров? Как интересно. Конечно. Лорена, а ты не хочешь пройти фотопробы? Я? Фотопробы? Да. Мы сделаем видеозапись, фотографии, твой портофолио, а я буду твоим агентом. Нет, ну что ты, мне неловко. Я не встать, не пройти толком не умею, не позировать. Ну и что? У тебя есть самое главное. Ты очень красивая. У тебя прелестное личико, прекрасная фигура. Этого достаточно? Неужели правда? Конечно. И, помимо всего прочего, я без ума от тебя. Что? Да. Мама, я помню, ты тысячу раз говорила мне, что семейная жизнь нелегка, и что ты не для того растила дочерей, чтобы они разводились при первых же трудностях. Ты уже думаешь о разводе? Да, мама. Мне остается либо разойтись с Филиппа, либо убить его, и, честно говоря, я сама не знаю, что предпочесть. Ради бога, Эва, давай поговорим серьезно. Я знаю, он был не совсем корректен с тобой, но, в конце концов, мы все ошибаемся. Вам надо учиться терпению, надо привыкнуть друг к другу. Это огромный труд, дорогая. Но через это проходят все молодожены. И здесь требуется постоянный труд. Ты должна подумать. Ты должна потерпеть. Мама, есть вещи, которые женщина не может простить. Неужели ты не понимаешь? Эва, ну что такого ужасного мог натворить Филиппе? Он считал меня за дурой, мама. Он обманывал меня самым подлым и бессовестным образом. И я никогда ему этого не прощу. Он все время считал меня дурой. Неужели? У Филиппа есть другая? Можешь смеяться сколько угодно, Сильвия, но раз я говорю, что Филиппа страдает, значит, так оно и есть. Уж я-то его знаю. Скажи, у вас, у мужчин, целая наука есть о том, как выгораживать друг друга, да? Филипп мог наделать тысячу глупостей и ошибок, но он никогда бы не завел роман с двумя женщинами одновременно. Он бы умер от чувства вины. Значит, единственная женщина, которую твой святой Филиппе обманул, это Эва. Вот совпадение. Тебе не кажется это странным? Ты не считаешь, что это ненормально? Да, признаю, немного странно, что он не был целиком и полностью откровенен с Эвой, но он никогда не обманывал ее с Валентиной, можешь мне поверить. А почему ты так уверен? Потому что он любит Эву, боготворит ее, хотя и сам этого не знает. Значит, он не знает, а ты знаешь. Вот здорово. Просто я всегда знаю, что скажет Филиппе, и еще до того, как он откроет рот. Надо же. Не думала, что мужчины могут так любить друг друга, не будучи голубыми. Послушай меня внимательно, Пиглица. Мы с Филиппе люди цельные и сильные, и телом, и духом. Ты сильный телом? Да. Ты смеешься надо мной. И знаешь почему? Ты не понимаешь, что у мужчин тоже есть чувства. Это слабое тело способно на очень сильное чувство. Ладно, мне пора домой. Ты мне много чего рассказал про мужчин, но на сегодня хватит. Что касается чувств. С меня довольна, я пошла. Но... Скажи, Эва, ты уверена, что Филиппе в самом деле встречается с другой? Ты уверена в этом? Нет, мама. Он все время был с Валентиной. Другой была я. Дочка. Не может быть. Не может быть. Мама, прошу тебя, не спрашивай больше ни о чем. Я не хочу вновь пережить все это. Все уже в прошлом. Я понимаю тебя, моя малышка. Теперь ты понимаешь, почему я не могу вернуться к нему домой. Я не могу его простить, мама. Ангел мой, я бы все отдала, чтобы избавить тебя от страданий. Я так переживаю за тебя. Я больше не могу так. Лорена, ты сводишь меня с ума. Но это невозможно, ведь ты сестра жены Филиппе. Пожалуйста, хватит обо всем этом. Да, я сестра жены Филиппа, но ты... Муж его матери. Ты женат. Нет, нет, я не могу связаться с женатым мужчиной. Это нехорошо. Я тебя прекрасно понимаю. И это мне к тебе нравится. То, что ты женщина цельная, высоконравственная. Ну, что я могу поделать? Все равно я без ума от тебя. Лучше пойдем отсюда. Я не хочу здесь оставаться. Да, пойдем, но... Сначала я хотел спросить, мы могли... Могли бы хотя бы остаться друзьями? Только друзьями. Конечно, только друзьями. Филиппе, старик! Я уже приехал. Да, это большое событие. Я был в клинике, старик. Я уже знаю. И что тебе сказали? Мальчик или девочка? Ты что, не понял, что я тебе по телефону сказал? Ты ничего не понял? В этом деле есть нечто странное, таинственное, понимаешь? Что таинственное? У меня будет марсианин? Нет. Нет, хотя от Валентины всего можно ждать. Странно то, что она вообще не делала этот анализ. Его нет в архиве. Правда? Я так и знал, так и знал. Значит, Валентина не делала этот анализ. Не делала его. Нет, странно то, что она его все-таки сделала. Не понимаю, Густаво, так она делала его или нет? Делала. Но не в тот день, когда говорила, а два дня назад. Два дня назад? Да. Почему? Не знаю. Я тебя хотел спросить. Почему вдруг, два дня назад, у Валентины появилась уверенность в том, что она беременна? Самое главное то, как кавалер повел себя. Он ухаживал за тобой. Не говорил комплименты. Как будто ты единственная женщина на свете. Хватит вам. Ничего он этого не делал. Просто попросил поехать с ним в больницу за анализами. Боже, как трогательно. Это чтобы ты не подумала, что он какой-нибудь заразный. Какая проза. Как это грубо, Ченча. Ну, все-таки скажи, зачем вы ездили за анализами? Это все как-то странно. Да, немного странно. Но это были анализы его сестры. Скажи мне, Сильвия, он тебе нравится? Нет. Просто он попросил меня сделать ему одолжение. Вот и все. С этого все и начинается. Проводи меня туда, проводи меня сюда. Все они такие, и не решаются сразу признаться в любви. А по-моему, он просто хорошо ко мне относится и хочет дружить со мной. Вот и все. Мужчина и женщина не могут быть друзьями, Сильвия. Как мышь с сыром. Тут Асунтьон права, милая. Он просто ухаживает за тобой, ты ему нравишься. И он не успокоится, пока не затащит тебя в постель. Вот увидишь. Ну, все, хватит вам травмировать ребенка. Что ты хочешь сказать этим, Густаво? Послушай, Филипп, я хочу спросить. Когда ты бывал у Валентины? Вы с ней не... Конечно, нет. Ты уверен? Конечно, уверен. А ты что думаешь? Ну, всякое бывает, сам понимаешь. Но только не со мной. Я не сплю с ней уже давно, с тех пор, как женился на Эве. Ну, это не так уж и давно. Но это гораздо больше, чем два дня. Хорошо. Если между вами давно ничего нет, почему тогда... Валентина делает этот анализ именно сейчас? Эва, я знаю, тебе сейчас очень тяжело, и тебя раздражает любое слово. Но, знаешь, я очень рад. Я очень рад, что ты мне позвонила. Честно говоря, ты был первым, о ком я подумала. Мне это очень приятно. Это означает, что ты простила меня. Честно говоря, я не была уверена, что прощу тебя. Но ты доказал, что изменился. И что я не ошиблась, когда полюбила тебя. Эдуардо, спасибо за все, что ты делаешь для моей семьи. Я тебе благодарна от всего сердца. Честное слово, спасибо. Все это ради тебя, Эва. Ради тебя. Ради Бога, Жильет, скажи, наконец, что с Эвой? Пако, я никогда не думала, что моя дочь ждет столько страданий. Ее брак не удался. Но почему? Он что, плохо обращался с ней? Он сделал самое ужасное, что может сделать мужчина в браке. Он изменил ей. Черт. Черт. А я поверил всему, что наговорил этот негодяй, когда приходил просить ее руки. Но посмеялся. Он посмеялся над всеми нами. Когда он пришел к ней и не застал ее, я поговорил с ним по-отечески, как с родным сыном, и все ради чего. Негодяй, подонок, сукин сын. Все, Пако, успокойся. Все равно, такого оскорбления, какое бы он заслуживал, еще не придумали. Но я этого так не оставлю. Не оставлю, я покажу этому мерзавцу, что у Эвы есть отец, который защищает ее интересы, что с семьей Пако Алонса лучше не связываться. Ну все, старик, хватит хандрить. Филиппе, думай лучше о том, что великих людей рождают великие деяния. Думай о том, что ты сделал и чего ты добился. Лучше об этом думать. Это меня и убивает, Густаво. Все, что я наделал и чего я добился. Да что с тобой, старик? Я не понимаю эту твою манию, думать только о плохом. Просто не понимаю. Эва перестанет злиться на тебя и вернется. Вы поговорите, все уладится. И вы будете жить счастливо, как и раньше. А если не вернется? Вернется. Просто надо дать ей время. А теперь мы должны сосредоточить свою энергию и все свои усилия на наших финансовых делах. Да, ты прав, Густаво. Я не должен поддаваться депрессии. Жизнь продолжается. Продолжается. Верно, старик. Дальше будет лучше, вот увидишь. И когда-нибудь ты ей это докажешь. Больно. Извини. Ты докажешь Эве, что ты прекрасный человек. Такой, которого она полюбила. Ты придешь к ней и бросишь весь мир к ее ногам. Теперь мы знаем, что между вами нет препятствий. Мы знаем, что Валентина все выдумала. И вашему счастью ничто не мешает. Аминь. Добрый день. Я звоню узнать результаты анализов. Меня зовут Валентина Солага-Коль. Одну минутку, пожалуйста. Они еще не готовы. Что? То есть как не готовы? По-вашему, у меня целая вечность впереди, чтобы сидеть и ждать, пока вы соизволите сказать, мне беременна я или нет. Может, от этой беременности зависит вся моя жизнь. Может, в случае беременности я получу наследство или что-то в этом роде. Нет, это просто ужас. Как же мне надоело эта отсталая страна. Не нервничайте так. Я уже говорила вам, что в лаборатории возникли сложности. Анализ немного запоздает. Говорили? Когда этого мне говорили? Вы же приходили сегодня со своим мужем, забыли? Похоже, он прав. У вас проблемы с памятью. Плохая у меня память или хорошая, это моя проблема. Вам-то какое дело. Я приходила туда сегодня со своим мужем? Господи, что же это такое? Нет, все это очень странно. Пойми, дорогая, я не могу сейчас с тобой говорить, у нас совещание. Ты ведь не сердишься? Еще бы я не сердиться, когда у нее дома вечеринка, а ты не пришел. Ну, все, все. Как только закончится совещание, я тебе перезвоню. Боже. Ты будешь спать? А когда же тебе позвонить? Может, в конце следующего тысячелетия, моя дорогая Кларис. Ладно, я позвоню тебе на днях. Целую, пока. Ну, что? Передачу отменили? Почему у тебя такое лицо? Плохие новости? Нет. Наоборот. Они счастливы. Им понравилась эта идея. И мне дали полную свободу. Главное, мне вернули передачу, так что мы будем снимать ее в течение года любой ценой, чтобы они не делали. Зрители желают видеть драму миллионера, который влюбился в кухарочку. А она взяла и отшила его. Вот такие дела. За работу. Шеф по личному делу. Слушай, я занят. Ты что, не видишь? Он говорит это срочно. Кто это? Друг министра финансов. Дай сюда. Слушаю. Тореальба. Как дела? Ну, что мне расскажет человек, который в курсе всех биржевых дел? Значит, эта история с сообщениями продолжается. То есть Филиппе по-прежнему посылает сообщения о том, какие акции могут подняться. Нет, нет, все в порядке. Оставь все как есть, ничего не предпринимай. Пусть спекулируют, пусть рассылают ложную информацию. Но ты должен все зафиксировать и скопировать. У нас должно быть как можно больше доказательств, чтобы затянуть петлю, которую он сам набрасывает себе на шею. Да. Конечно. А потом мы сцапаем его, и он отправится прямиком в тюрьму. Да, верно. Я стану образцовым семьянином. Буду заниматься только законными делами. Прощайте эти мелкие аферы с акциями. Прощайте. Прощайте. Одну минуту, старик, одну минуту. Что? То, чем мы занимаемся, вовсе не аферы. Это просто хитрый ход. Понимаешь? Как и вся эта игра на бирже, разве не так? Верно, Густаво. Вся наша жизнь – игра. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. Ладно, ладно. Отставь эту философию, она на меня тоску наводит. Меня тошнит от нее. Тебе просто надо быть оптимистом, старик. Сохранять спокойствие и не отчаиваться. Никогда не отчаиваться. По-твоему, я отчаиваюсь? По-твоему, я схожу с ума? Нет. Что ты, с какой стати? Разве у меня есть причина считать, что ты сходишь с ума? Нет. Что ты? У меня нет повода для отчаяния, ведь я знаю, что Эва вернется. Валентина исчезла из моей жизни. Она осталась в прошлом. Она не имеет ко мне никакого отношения. Она вовсе не ждет от меня ребенка. Все это ложь, и нас больше ничто не связывает. Прощай навсегда, Валентина Сулуага Коррю. Прощай навсегда. И прошлое, и прошлое уже давно забыто. Послушай, ты ходил в больницу узнавать результат моего анализа? Нет. А что, он уже готов? Нет. Неужели мы зря старались, и ты не забеременела? Замолчи, не говори глупости. Хватит говорить, мы старались. Заруби себе на носу. Отец этого ребенка не ты, а Филиппе. Ты не имеешь к нему никакого отношения. Я никогда в жизни не стала бы заводить ребенка от такого нищего, как ты, который работает в таком ужасном месте и так плохо одевается. Постой, постой. По-твоему, я плохо одеваюсь? Если так, я посоветую с... Ну все, замолчи, я больше не могу тебя слушать. Скажи только, ты ходил в больницу? Нет, а что? Туда приходила женщина, которая назвалась моим именем. С ней был якобы муж. И они хотели узнать результаты анализов. Это Эва. Это она. Кухарочка. Она узнала обо всем и решила выяснить, правда ли это. Эва? Нет, нет, вряд ли. Откуда Эва могла знать насчет анализов? Да, верно, ты прав. Ладно, я тебе потом перезвоню Эдуарда. Проклятый предатель. Ну, конечно, это Филипп и Кастилья. Кто же еще? Во, жулик, это он украл у меня квитанцию. О, Боже. Она поймет, что любовью сыт не будешь. А я предлагаю ей обеспеченную жизнь. Крышу над головой. Дом. Где? Где еще она все это найдет? Нигде. Я буду ждать ее здесь, прямо здесь, потому что она вернется. Ну, все, хватит. Она поймет, что не может без меня жить. Ладно, пойдем. Пойдем, я с тобой, старик. Я просто глупец. Фильм озвучен компанией Зонвижн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok